Убийственная шутка. В Иволгинском районе во время пьяной посиделки пенсионер зарезал своего собутыльника. По данным следствия, мужчина начал зло подшучивать над гостем, на что тот выхватил нож и попытался ударить обидчика. Но не тут-то было. Пенсионер выхватил другой нож и нанес ему удары в шею, грудь и живот. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте. Ведется следствие. Юрий Трутнев предложил производство грузовых контейнеров в Бурятии. У нас сейчас контейнеров не хватает. А длинный перевозок на Дальний Восток резко увеличился. И надо осваивать выпуск контейнеров в нашей стране. Из-за санкций с российского рынка ушло более 40% контейнеров, принадлежащих иностранным линиям. Производство хотят запустить на ЛВРЗ. Это, к тому же, создаст новые рабочие места. В Улан-Удэ на Арбате избили и ограбили уличного музыканта. У него отняли гитару и сотовый телефон. Разбойниками оказались 15-летние близнецы. Увидев патрульный автомобиль Росгвардии, подозреваемые попытались скрыться, но их задержали. Возбуждено уголовное дело. 9 мая в 10 вечера на острове Комсомольске артиллеристы выполнят 30 залпов из салютных пусковых установок. Израсходуют более 2000 боеприпасов различных типов. Также 1 и 9 мая в Улан-Удэ включат праздничную подсветку. Победителем проекта «Битва шефов» становится автор блюда под номером 4. Основатель гастробара Буза Бау, бывший шеф-повар ресторана «Тенгиз» Андрей Малханов победил федеральной телепередаче. На кастинге Андрей удивил Константина Ивлева и Рината Акзамова козленком с грибами и птитимом. Затем участникам необходимо было приготовить швейцарское национальное блюдо решки, иерусалимский куголь и греческое пастицио. В финальном раунде основатель Буза Бау приготовил морские гребешки с кабачками и пюре из яблок, чем покорил знаменитых шефов и заслуженно забрал главный приз.